Hello, JavaScript developers, I hope you are well. Так бы сказал Вильям Кандилан, если он был здесь, или как мы его называем, между собой лысый из Reanimated. Ну и сегодня вместо него я и мой хороший приятель, и друг, и коллега Евгений Прокопьев, старший инженер-разработчик компании Сбермаркет. И сегодня он выступит со своим докладом об анимациях React Native, о том, как они устроены под капотом, и, собственно, как ими пользоваться. Вот. И после этого доклада вы, я надеюсь, узнаете, что такое Reanimated, и с вашего YouTube-канала почаще будет звучать фраза «I hope you are well». Собственно, кроме этого, обязательно заходите, подключайтесь в чатик, там можно будет задавать вопросы, на которые мы с Женей в конце ответим. И, собственно, я думаю, можно начинать. Да. Всем привет. Спасибо, что представил. Сегодня я расскажу о том, что такое React Native, как работает встроенный в него Animated, который работает полностью через Bridge, как работает Reanimated, который в основном устроен уже на GSI. Ну, для начала хочу задать пару вопросов. Кто из вас работал или слышал про React Native? Поднимите руки, пожалуйста. Ага. Окей. А кто делал анимации? Ну, тоже руки. Ага, уже поменьше. И было ли это больно? Ну, окей, да. Спасибо. Хорошо. Я начну с немного истории о том, как React Native вообще появился. В 2012 году Марк Цукерберг сказал на одном из интервью, что самая большая ошибка, которую они сделали, это было то, что они сделали слишком большой упор на HTML-разработку, в отличие от нативной. Это было сказано в контексте приложения Facebook, и у них было много виджетов, которые были написаны на HTML. Также Марк пообещал предоставить разработчикам новый какой-то опыт именно разработки. И они тогда быстро переписали приложение на нативку, получили восторженные отзывы. И где-то в недрах компании Facebook человек по имени Джордан Волк занимался как раз таки вот этим вторым вопросом, новый опыт. И в 2013 году он придумал новый способ, чтобы рендерить iOS-элементы нативные из JavaScript потока. Затем Facebook организовал Hackathon, чтобы улучшить эту технологию. И в 2015 году впервые был выпущен фреймворк React Native. К тому времени Facebook был частично уже написан на нем, а Ads Manager был полностью написан на нем. Что же это такое? Идея простая. Мы берем React, который все знают, который у нас есть в Web, и просто прикручиваем туда свой механизм рендера. И по факту у нас тот же самый JSX, но мы используем другие хост-компоненты. Как бы все очень похоже, но тут очень есть такая разница большая. Дело в том, что мы рендерим именно свои нативные компоненты. Это не WebView, это не, ну, как делает Cordova, либо Ionic. Это нативные компоненты, которые предоставляет сама нативная платформа. Когда мы пишем Vue, на Android используется Vue Group, на iOS используется UI View. Звучит круто, но вот я более шести лет разрабатываю на React Native, и каждый раз вижу похожую картину. Есть какая-то компания, неважно, продуктовая это, либо студия, и у них есть веб-разработчики, которые прекрасно знают React. И вдруг компания решает сделать мобильное приложение. Тогда они берут React Native, начинают делать, и поначалу все круто, потому что легко, быстро все работает, вроде даже хорошо. Но потом задачи усложняются, приложение разрастается, и там появляются какие-то анимации, и уже они идут и пишут вот такие злобные комментарии. Я думаю, что это в основном из-за того, что Facebook сделал очень большой упор на том, что React Native очень похож на веб, и вы можете писать как в вебе, но на самом деле это не так. И тут надо писать больше как под мобильное приложение. Хорошо, я обещал рассказать про анимации, и давайте покажу вам несколько примеров. Все это сделано на React Native, и все работает на максимальной доступной девайсу частоте, VPS имею в виду. Давайте попробуем сделать что-нибудь сами. Для начала возьмем какой-нибудь абстрактный пример, где я буду анимировать размеры квадрата, просто их изменять, и сделаем это, как делают в вебе. Используем requestAnimationFrame, и просто в каждом кадре будем изменять на полпикселя размеры. Хорошо, это работает, как мы видим, без лагов, но этот способ не очень удобен в использовании, и наверняка React Native разработчики используют какие-то абстракции для всего этого. А еще давайте поставим себе более реальную задачу. В качестве этого примера давайте реализуем стандартную для iOS анимацию параллакс-картинки, то есть когда у нас изменяется масштаб, и картинка немного смещается. Здесь мы посмотрим, как React Native работает с transform-свойствами компонентов, и также реализуем эффект аккордеона, когда у нас увеличивается и сжимается, слопывается карточка с персонажами. И тут мы посмотрим, как React Native работает со свойствами, которые заставляют перерисовываться макет. Хорошо, как же нам все это реализовывать? И немного гуглив, первым делом нам вылетает Animated API. Это библиотека, которая встроена в Reanimated, и, как сами они пишут, вы можете с помощью нее строить мощные, плавные анимации, запускать их, останавливать, и, в общем-то, все. На самом деле под капотом оно использует тот же самый requestAnimationFrame, который мы делали, поэтому к этому можно относиться как к некой абстракции над нашей предыдущей реализацией. Хорошо, начнем реализовывать наш пример. Начнем с пролакса картинки. Он полностью, ну, сам эффект полностью завязан на позицию скролла, поэтому нам надо ставить переменную, где мы будем эту позицию хранить, и с помощью AnimatedEvent связать ее с самим положением скролла реального. Дальше с помощью математических функций из самой библиотеки Animated нам надо рассчитать масштаб картинки и смещение ее. И также важно передать все это в компонент Image, который импортирован также с помощью Animated. Далее мы посмотрим наш пример. Тут реализовали. Теперь сделаем эффект аккордеона. Здесь мы также создаем анимированные значения для высоты самого компонента, и теперь сама анимация запускается с помощью клика юзера, то есть на какое-то его действие. Для этого есть Animated Timing в самой библиотеке, куда мы передаем значение скролла и конфиг, по которому надо ее анимировать. То есть, в нашем случае, значение, которому мы должны санимировать, и продолжительность. И запускаем. И это тоже работает. Хорошо. Так пример выглядит в общем. Давайте запустим PerfMonitor, Performance Monitor, и посмотрим на производительность. Здесь JSFPS, по сути, показывает, сколько раз в секунду у нас вызывается RequestAnimationFrame, и к этому надо относиться именно так. Все работает шикарно, но наше приложение находится как бы в лабораторных условиях. У нас всего один экран, и весь JavaScript поток занимается только обработкой нашей анимации. В обычных приложениях это не так. У нас есть запросы к серверу, к базе данных, и вообще, может быть, любая логика на JavaScript реализована. И это не позволяет вызывать RequestAnimationFrame 60 раз в секунду. Так что давайте мы нагрузим наш поток в JavaScript и посмотрим, как справится наша анимация. Тут уже получилось лагающее. Давайте попробуем разобраться, почему. Сейчас мы посмотрим, как работает отрисовка чего-либо в Reanimated, в React Native, под капотом. Так выглядит архитектура React Native. У нас есть несколько блоков, которые связаны между собой через Bridge, и все они передают сообщение в виде стерилизованных строк. Здесь это наш JavaScript поток, в котором реализована наша вся бизнес-логика, React со своей магией, с деревьями, и вообще все, что мы пишем как JS-разработчики, крутится здесь, вся наша анимация. Есть UI поток, либо Main Thread еще он называется, который написан уже на нативных языках. Для Android это будет Kotlin либо Java, для iOS Swift либо Objective-C. И здесь есть нативные модули, которые отвечают за то, чтобы предоставлять доступ к нативному API-платформе, такими как доступ к геопозиции, фотографии с галереи. Есть UI-модули, которые непосредственно реализуют нашу отрисовку всех компонентов. Еще есть Yoga. Она крутится в Shadow трейде, либо Background трейде, и написано на C++. Yoga — это фреймворк, который написан компанией Facebook, и он создан для того, чтобы преобразовывать наши Flexbox-стили, на которых мы пишем в React Native, в Bounding Box, грубо говоря, который Yoga уже отдает в UI поток для отрисовки. Вся схема, в общем, выглядит вот так. И посмотрим на взаимодействие элементов между собой. Когда юзер что-то нажимает, и мы хотим обновить состояние нашего приложения, как-то перерисовать UI, у нас вызывается рендер, рассчитывается новое дерево в React, и этот div передается в Yoga. Это происходит через Bridge. Вычисляет этот div. Это JSON-сообщение стерилизуется, отправляется в Bridge, Bridge его отправляет в Yoga. Yoga здесь стерилизует, применяет, стерилизует опять, отправляет в Bridge, здесь стерилизуется все в UI трейде, и там применяется. Все это работает асинхронно. Каждый из этих блоков друг от друга ничего не знает, и мы перейдем в JSON-сообщение. И, на первый взгляд, все это звучит не очень производительно, но, в общем, если пока мы не доходим до анимаций, все работает хорошо. То есть это первоначальная архитектура, и все работало в основном хорошо. Но с анимациями немного не так. Давайте посмотрим на визуализацию того, как это должно работать в реальном времени. У нас возникает какое-то событие от пользователя, это ивент в JS трейде. Дальше идет стадия рендера, где происходит обработка всего нашего JS кода, который после этого должен выполниться. И дальше что-то передается, ну, наше новое дерево, в Shadow Thread. Там Yoga проходит стадию лаяута, где вычисляет новый макет, который должен быть. Стадия коммита, где он затирает старый, применяет новый, и все это отправляют уже в UI thread, где стадия маунт отвечает за то, что у нас все это непосредственно рисуется на устройстве. И так это должно выглядеть. То есть у нас должны все эти стадии проходить за одну шестидесятую секунду, если девайс у нас с частотой 60 FPS. Вот так это выглядит у нас сейчас, в нашем примере. У нас происходит какая-то очень долгая стадия рендера, потому что там какие-то очень тяжелые операции на JavaScript. Из-за этого мы не отправляем ничего в Shadow Thread, а он, в свою очередь, ничего не отправляет в UI Thread. Поэтому все выглядит дерганно. Давайте немного подытожим здесь, остановимся, и посмотрим на то, что мы узнали. Мы поняли, как анимировать компоненты в React Native, используя Animated. Узнали, что он под капотом, по сути, использует Request Animation Frame. Также познакомились с бриджом и как с основной технологией, на которой держится весь сам React Native. И немного познали боль, которую писали люди в комментариях, что все работает не очень хорошо. В идеале надо бы как-то отвязаться от JS потока и перенести всю логику анимации в UI Thread. И, недолго гуглив, можно найти пост компании Facebook, где они это и сделали. Они предлагают нам использовать нативный драйвер для анимаций. И говорят, что сделать это очень легко. Просто добавьте US Native Driver True в вашей конфиге анимации, и все заработает. Хорошо, давайте мы им поверим. И применим к нашему примеру. В том месте, где мы завязываемся на события скролла, добавим US Native Driver True и посмотрим. Тут мы видим, что JS у нас немного загружен, 30 FPS показывается, но анимация работает. Хорошо, пойдем дальше. В том месте, где мы вызываем изменение высоты наших карточек, мы тоже добавим в конфиг US Native Driver True, запустим пример и нажимаем на кнопку. Бам! Тут написано, что свойства max-high недоступны для того, чтобы анимировать его с помощью нативного драйвера. Грустно. Давайте разбираться, посмотрим вообще налоги между UI-трейдом и JS-трейдом. Здесь мы видим, что очень много сообщений в принципе порождается из JavaScript в натив. и у нас вызывается NativeAnimatedModule, который создает анимированные ноды. И у нас буквально на все создаются эти анимированные ноды. Когда мы создаем значения, которые вычисляем, ну, интерпляции которых мы вычисляем, здесь мы передаем конфиги, input, output. Здесь создаются значения, где хранятся положения скролла, и тут можно заметить, что даже двойка, которую мы им придаем, для нее тоже создается отдельное анимированные значения. И так происходит абсолютно для всех наших значений. И в конце у нас связывается наша нода, в которой хранится положение скролла, нативное, с нативной вьюхой. Так выглядит вся схема, ну, все в общем. И, говоря простыми словами, React Native создает граф на стороне JavaScript, в котором связана вся анимация, которая должна происходить с помощью UscanativeDriver True, и за один раз отправляется в UI поток. Хорошо, мы хотели избавиться от расчета в JS трейде и отправиться в UI thread. У нас это получилось. Давайте теперь посмотрим, как выглядит взаимодействие теперь у нас. Также при первом рендере у нас все хорошо. JS thread создает эти все значения и отправляет их в UI thread. Потом у нас возникает какая-то очень долгая стадия рендера, но при этом все отрисовывается, все хорошо, потому что мы передали всю анимацию, ну, все управление анимацией в UI thread, и теперь там все осталось, и стадия амонта каждый раз вызывается. У нас все перерисовывается. Но почему-то у нас не работает это с высотой. React Native в том же посте, компания, команда Facebook, в том же посте написали про ограничение технологии, а конкретно, что оно не работает со свойствами, которые перерисовывает макет. То есть оно работает с transform, opacity, border size, но не умеет перерисовывать макет. А также не работает со встроенной системой в жестах в React Native. Давайте еще раз посмотрим на схему. И тут мы видим, что из-за долгой стадии рендера у нас ничего не передается в shadow thread. А именно, ну, йога занимается тем, что рассчитывает наши новые размеры bounding box, которые передают в UI thread. Именно поэтому мы не можем анимировать, например, высоту, ширину и подобные значения. Хорошо. Стало время очередной раз подвести какую-то черту, то, что мы узнали. Теперь мы научились анимировать, даже когда JavaScript thread лагает, но не все свойства, к сожалению. Сделали это как две мобилки, то есть вынесли это все в отдельный поток. И, ну, кажется, что здесь уже можно не так сильно хейтить React Native. У нас что-то получается. Но это до сих пор недостаточно. Надо как-то анимировать высоту. Давайте еще погуглим, и мы сразу же натыкаемся на библиотеку Reanimated. Эта библиотека написана изначальной комьюнити. Впоследствии ее полностью уже сейчас поддерживает Software Mention Group. И сами ребята пишут про свою мотивацию. Так что React Native довольно плохо подходит с текущей архитектурой, с бриджом, для того, чтобы создавать красивые анимации, которые будут как-то с юзером взаимодействовать. Потому что если мы используем Use Native Driver False, то наши анимации могут лагать. Мы не можем полностью завязываться на JS thread. Также мы не можем делать никакие взаимодействия с юзером, потому что встроенная система жестов не работает. А если мы используем Use Native Driver True, то мы не можем любые свойства анимировать. Помимо того, что они говорят про проблемы, они предлагают еще решение. Вынести все анимации из JavaScript потока, которые у нас есть, в другой JavaScript поток, который они сами создадут, и который будет связан с UI потоком как-то синхронно. Пока ничего не понятно, но звучит многообещающе. Давайте попробуем реализовать наш пример теперь на reanimated. Перепишем его. Начнем, опять же, с параллакса картинки. Здесь мы создаем с помощью хука useSharedValue, значение, в которое будем записывать позицию скролла. К нему можно относиться как к аналогии анимatedValue. И, используя хук useAnimatedScrollHandler, мы будем обновлять наше значение скролла. Потом с помощью хуков useDeravitValue мы будем вычислять значение масштаба и позиции положения картинки. И важно, что нам надо все это анимировать с помощью хука useAnimatedStyle. То есть этот стиль мы потом передадем уже в сам компонент. Смотрим. И все работает хорошо. Переписали довольно быстро. Теперь идем дальше. Здесь мы реализовываем уже наше скрытие-открытие с эффектом аккордеона. По сути, то же самое. Мы создаем значение, где будем хранить высоту, анимируем его с помощью useAnimatedStyle. Но чтобы у нас было плавное изменение, мы используем useTiming. Здесь еще можно заметить, что я также создал переменные isHeight и ToggleText тоже с помощью useSharedValue. И мы позже к этому вернемся, и я объясню, зачем это сделал. И важно, нам надо пометить каким-то волшебным словом worklet наши функции, которые мы хотим, чтобы участвовали в анимации. Ее мы запускаем под нажатием от юзера, и надо ее пометить. Смотрим, как все это работает. Вот здесь. Смотрим, как это работает. И такую картину мы уже видели. JavaScript Thread у нас не тормозит, UI Thread у нас не тормозит. Давайте нагрузим. Вот. Это уже выглядит получше. То есть независимо от того, что JavaScript Thread у нас лагает, UI Thread у нас по-прежнему работает хорошо. Давайте повысим ставки, попробуем полностью вообще прибить JS Thread. Вместе с JS потоком мы прибили и Performance Monitor, судя по всему. Но по-прежнему наш пример работает. При этом можно заметить, что даже текст на кнопке меняется. Open меняется на Close и обратно. Какая-то магия. Давайте разбираться. Мы уже знакомы с архитектурой React Native. Все проблемы мы ее знаем. И основная проблема — то, что он асинхронный. Все сообщения между ним асинхронные. Почему я постоянно говорю про асинхронность и почему все-таки это важно? На самом деле все просто. Большое количество... Через Bridge проходит очень большое количество событий между всеми тредами. Все они требуют сериализации, десерилизации, преобразования к каким-то там значениям. И это вызывает какие-то лаги. Также асинхронная природа Bridge не позволяет вызывать нам нативные методы платформы. Например, запрос на геопозицию тот же самый в асинхронном режиме. Она все является промисами, когда мы вызываем что-либо из джаваскрипта. И так как у нас коммуникация асинхронная, мы не можем перерисовывать наш shadow дерево тоже в асинхронном режиме. Давайте посмотрим, как это работает в вебе. Аналогичная ситуация. У нас есть веб-апи, который предоставляет нам браузер. И если вывести в консоль, ну если в консоль написать console.log, либо fetch, либо любой другой метод от браузера, у нас выведется native код. Это означает, что этот код написан на нативном языке платформы, там все плюс плюс. И у вас в джаваскрипте есть ссылка на этот метод, который вы можете использовать и вызывать его синхронно. И то же самое было бы здорово сделать в рамках React Native. И на самом деле компания Facebook это сделала. Еще в 2018 году они анонсировали JavaScript интерфейс. Он должен прийти на замену бриджа и все его проблемы как бы решить. Давайте посмотрим, что здесь есть у нас. У нас есть код-ген. Он создан для того, чтобы решить проблему взаимодействия между JavaScript и UI-потоком. Когда, чтобы нам сделать это взаимодействие синхронным, нам надо на что-то опираться. И в языках программирования это являются контрактами, либо в нашем случае это типы. Нам надо, чтобы JavaScript поддерживал какие-то типы. И код-ген — это средство автоматизации, которое создает интерфейсы для нашего JavaScript кода. Он парсит наш код, ищет определенные шаблоны и создает для них интерфейсы на плюсах. И после этого мы можем связывать наш JavaScript и UI-потоки синхронно, потому что они опираются на одни и те же типы. И мы можем их не перепроверять в ходе передачи данных. Также у нас появляются турбомодули. Они у нас пришли на замену нативным модулям. И они сделаны, чтобы как раз-таки предоставлять тоже синхронный доступ к методам платформы. Но они делают это лучше, чем натив модуле были. Они поддерживают уже ленивую загрузку, потому что раньше при старте приложения у нас инициализировались абсолютно все модули. Они все запускались и нитились и просто лежали в памяти. Сейчас мы можем их инициализировать по понадобности. Ну и мы можем вызывать их напрямую из JavaScript, как это сейчас работает в браузере. Взамен UI-модулям у нас пришел фабрик. И он создан для того, чтобы перерисовывать наши компоненты, которые реально на девайсе. И делает это тоже синхронно, потому что работает через GSI. И вот сам GSI. Он обеспечивает синхронное взаимодействие между всеми этими частями. UI, Yoga, фабрик, турбомодули. И это реализуется за счет создания таких хост-объектов. Это такие объекты, которые создаются на одной стороне, и к ним просто ссылка предоставляется на стороне JavaScript. Поэтому мы можем синхронно их читать, либо туда писать. Ну и также вызывать нативные методы. И теперь, когда мы хотим что-то изменить из JavaScript, мы просто вызываем нам нужный нам метод, у нас перерисовывается макет, и все это происходит прямо в этом же кадре, когда мы это вызвали. Но это была как бы задумка. В 2018 году они реализовали, и я бы не рассказывал про Bridge, если бы это было уже неактуально. Поэтому сейчас архитектура выглядит примерно так, когда мы используем Reanimated. У нас есть наш как бы Bridge, через который сейчас React Native в основном и работают. Это касается и встроенных в React Native компонентов, и это касается компонентов, которые написаны сообществом. И у нас есть Reanimated, которые полностью поддерживают JSI. Они написаны полностью на плюсах. И как раз таки здесь у нас работают все анимации. И они работают синхронно, поэтому мы отвязались от JavaScript Thread там. Давайте вернемся к нашему примеру с анимациями. Мы остановились на вот этом экране, когда у нас JS Thread был полностью мертвым, но анимация работала. И Reanimated, ответили на вопрос, как Reanimated это делает. Все это работает за счет вот этих useSharedValue. Они создаются... Когда мы так пишем, у нас при запуске нашего кода первый раз все отправляется через Bridge в нативку. Потом на стороне... Ну, мы отправили это все в UI. Там создаются наши значения анимированные. И они уже через JSI отправляются во второй JavaScript Thread. Для этого нам он и нужен. Еще я говорил, что расскажу, зачем я сделал isHide и Google Text, тоже через SharedValue. Это для того, чтобы они появились как раз во втором JavaScript потоке. И чтобы мы могли менять open, close, при том, чтобы вынести всю эту логику во второй поток. И в начале функции мы указывали это волшебное слово worklet. И им Reanimated просят обозначать все функции, которые нам надо переместить из нашего основного JavaScript потока в Reanimated JavaScript поток. Тем самым мы полностью перенесли все управление из главного JS потока во второй JavaScript поток. И реализовали наш пример, добились максимальной плавности. Но давайте попробуем узнать вообще, на что способен Reanimated какие-то его пределы. Возьмем опять какой-нибудь абстрактный пример, где будем просто анимировать ноду, изменять. И возьмем также свойство transform, высоту, ширину, чтобы задеть все аспекты нашего лаяута. И будем просто увеличивать количество этих нод. Тут я показываю, как они у нас вычисляются. И на этом я не буду остановить внимание. Конечные примеры выглядят так. И начнем мы с 10 анимируемых нод. Тут видно, что все работает. Давайте запустим и рядом выведем еще UI Monitor Performance. Ну и здесь важно вывести уже UI FPS, потому что мы на Gesture не завязаны, и все это рисуется, грубо говоря, в UI. Видим, что 100 нод тоже, ну 100 элементов анимируются, все хорошо. Напомню, что у каждого из этих элементов изменяется ширина, высота, его положение и opacity. Пойдем дальше. здесь уже 300 нод. И видно, что немного проседает performance. Ну, давайте уже попробуем его добить. 1000 нод. Ну, да, тут понятно, что уже все плохо, но на самом деле реальных примеров я не видел, чтобы было, надо так много всего анимировать. Давайте подведем итоги про Reanimated. Мы узнали, что он работает синхронно, что под капотом используют GSI, который написан Facebook. И Facebook его давно написал, но потихонечку мы пытаемся все его внедрить и полностью перейти. Но трудно представить реальный пример, где будет вот столько у нас анимированных значений. Так что, в общем, с помощью Reanimated можно реализовать, наверное, 99-99% всех ваших анимаций, которые вы можете придумать. Также мы вынесли, как я уже говорил, все наши анимации из главного потока в жест Reanimated Thread. И поэтому главный поток мы как бы тоже не забиваем. То есть наш главный поток не мешает делаться нашим анимациям, а анимации не мешают исполняться нашей бизнес-логике. Но сам анимейтед, о котором мы говорили изначально, хранить не стоит. Если у вас есть приложение, в котором какие-то простые анимации, которые не перерисовывают макет, то вы можете смело его брать и, в общем, использовать. Но тут важно заметить, что анимейтед и реанимейтед не имеют обратной совместимости, поэтому вы не сможете их связать. Но переписывать их не очень трудно, как мы уже это видели. Если у вас сейчас есть приложение, которое использует анимации, и у вас там есть анимейтед, вы обязательно проверьте, что там стоит useNativeDriver true, чтобы юзеры не страдали. Но если где-то useNativeDriver false, то это уже вопрос посложнее. Тут, наверное, только переписывать на реанимейтед. И у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. А, еще не совсем все. Извините. Если у кого-то скачено экспо, либо не скачено, вы можете его скачать и с помощью этого QR-кода посмотреть все примеры анимаций, которые были в докладе. Но это, скорее всего, работает только на андроиде. На iOS экспо не хочет. Теперь все. Есть у кого-то вопросы? Спасибо, Жень. Отличный доклад. И такой детальный. На самом деле, казалось бы, React Native, React все такое давно знакомое. А сколько все-таки подкапотной магии и технологий нужно применить, чтобы сделать такие приятные и привычные для всех пользователей UI-ные вещи. И да, собственно, что я поднялся сюда. Тут есть несколько вопросов и люди хотят узнать. Вот первый вопрос очень хороший, мне кажется. Ты показывал варклеты и в них ты использовал внутри другие shared value. А есть ли у разработчика потребность использовать state React компонента внутри варклета? Как он это должен будет сделать? И можно ли? Да, это возможно. Варклеты, когда они создаются, вот эта функция Toggle.mo будет скопирована во второй JavaScript поток, который создается Reanimated. И она будет также еще и в первом потоке, то есть она именно копируется. И копируется она с контекстом, в котором она определена. То есть у вас есть какая-то функция, компонент, в котором есть Toggle.mo с варклетом, и оттуда скопируются все перемены, которые там определены со всем контекстом. Там есть ограничения на прототипы, то есть если есть какой-то объект, есть какой-то прототип, то это уже работать не будет, но стоит, туда скопируется. Его можно использовать. Классно, классно. А слушай, такой еще вопрос, он из другого чата, по поводу Animated API и Reanimated. Многие люди пользуются сейчас Animated API, их интересует. Стоит ли пользоваться сейчас, если есть Reanimated, есть ли какие-то в нем определенные плюсы, может быть, из-за чего им пользуются до сих пор? Блин, я бы сказал, если уже написано Animated и оно работает, вы используете Ustintive Driver True, то можно так же оставить и ничего не будет плохого. Но если есть какое-то задел на то, что потом это будет усложняться, анимации будут как-то там обогащаться, и надо будет анимировать высоту либо ширину, то нет другого выхода, надо только Reanimated. Не знаю, насколько я ответил на вопрос. А их API совместимы? API не совместимы. Окей. Ну ладно, понятно. Еще такой вопрос, но, наверное, более такой технический и сложный. Как в React Native шарится память между потоками, если мы используем какой-то shared value, эти данные должны быть и JS потоки, и UI? Правда, трудный вопрос. в JS потоке, который наш обычный main JS thread, там у нас создается значение, и по сути это обычный объект. И мы можем, по факту, мы можем управлять анимацией из любого потока, хоть из первого JS thread, хоть из Reanimated JS thread. Но разница в том, что если мы будем управлять из первого потока, то это будет происходить через бридж, как бы по-старому, по сути, как Animated API делает. Если через второй поток, то это будет через GSI. И у нас есть, по сути, копия shared value на стороне JS thread. У нас есть, ну и все, это вот отдельная штука, копия. У нас есть отдельная копия в UI трейде, на которую есть ссылка из второго JS потока. Вот, ну, примерно так. То есть у нас есть копия объекта в JS thread в главном, и, по сути, этот же объект в UI трейде, и ссылка на него в JS thread во втором, который от Reanimated. Ну, в целом, кажется, понятно. Я не знаю, тот человек, который писал этот вопрос, он здесь, стало понятнее с этого ответа. О, ну, отлично, отлично, я вижу, кто это задал вопрос. Ну, и напоследок, а есть какие-нибудь кейсы, когда Reanimated плохо или лучше, вот, наверняка, наверное, есть какие-то боли там. Боли. Наверняка есть. Ну, блин, мне трудно придумать. Скажем так, если делать какую-то игру, то, наверное, тут будут какие-то боли. Reanimated можно использовать, то есть, вот, я показывал примеры, где мы анимируем просто наши компоненты, которые предоставляются, IP-платформы, но у нас есть еще механизмы, такие как Lottie, которые представляют какой-то другой механизм рендера. Есть Skia, который под капотом Flutter. Есть Reanimated Skia, который мы можем анимировать с помощью как раз-таки Reanimated. И, по сути, мы можем делать какую-то игру, но, я думаю, это как раз-таки будет больно в этом случае. Окей. Ну, короче, Reanimated не для всяких игр, скорее всего, на мобилах. Но, видимо, если у вас меньше тысячи элементов, то можно попробовать, да? Ну, меньше трехсот. А точно. У меня на девайсе 250 нот не тупило. У меня седьмой пиксель, вот, 250 нот нормально анимируется, что FPS имеет. О, кстати, тут есть вопрос из зала еще. Можно передать микрофон молодому человеку из первого ряда? Дайте микрофон Ярославу, пожалуйста. А это? На мой занят. Ага, спасибо за доклад. У меня вопрос. Смотри, насколько вообще в целом Reanimated условно нужен мне как разработчику, поясню, откуда ноги растут. В вебе же тоже в какой-то момент столкнулись с проблемой, что пересчитывать свойства лейаута, когда у тебя перевычисляются bounding box и прочее, это дорого. И говорят, давайте использовать opacity, трансформы и все вот эти вот save-свойства, которые этого не делают. Могу ли я в принципе каким-то образом договориться с дизайнерами и прочее, чтобы мне не нужен был Reanimated и вот обойтись там тремя-четырьмя свойствами, которые Animated описаны Active Driver умеют использовать? Просто типа насколько, короче, много кейсов в реальной жизни, где вот мне никак не обойтись с Animated? На самом деле любые... На Animated нельзя реализовать любые компоненты, где мы взаимодействуем с юзером. То есть любая интерактивность не будет реализована с Animated, потому что UseNativeDriver True это не поддерживает, а UseNativeDriver False дает нам задержку минимум в один FPS, ну и у нас там JSON приходит с сервера, он парсится, у нас бам с ним вообще пролаг. Вот, юзер везет палец и там что-то лагает. И такие вещи могут реализовываться только на Reanimated, потому что он поддерживает... У них есть React Native Gesture Handler, которые придумали новую систему жестов, грубо говоря, они используют другую не из React Native, и вместе они работают полностью во втором JS потоке. Поэтому у меня пример работал, кнопка работала, текст менялся, все было в другом потоке, и там был React Native Gesture Handler и Reanimated. Вот. В общем, модалки и все, что надо таскать, только Reanimated. Смотри, Жень, еще такой вопрос. Можно ли как-то отследить момент, когда закончится анимация? Какие-то калбеки, как их вызвать? Например, как тут написано, из основного JS-треда по завершению анимации? Я так понимаю, это чисто про Reanimated, но в Animated, когда мы вызываем .start, вот я писал, там можно передать коллбек, который будет вызваться в конце, а в Reanimated тоже на самом деле есть коллбеки на вызов анимаций, мы там можем передавать, я сейчас попробую найти, не факт, что найду, не факт, что у меня такое было, не оно. В общем, в Reanimated тоже есть коллбеки, которые мы можем передавать и смотреть на конец анимации. А можно пошарить сюда? Блин, нет, тут мне нет, я думал, что у меня тут было, но нет. В общем, вот третьим аргументом, если в East Timing я могу третий аргумент передать после Duration, после 65-й строки могу написать коллбек, и он вызовется, когда анимация закончится. Так, ну кто-то собирается по ходу вопрос здесь написать. Подождем. Ну, о, а давайте вот напрямую передадим микрофон, чтобы не тратить время на то, чтобы печатать. Здесь был раньше вопрос, с самого начала. Что? Да, я был первым. Спасибо, Женя, за доклад, меня тоже зовут Женя, я тоже балую себя на React Native. Класс. сколько у нас здесь Евгениев. Два вопроса, на самом деле. Первый, не то, чтобы я сильно глубоко погружался в анимацию в React Native, но я пробовал Reanimated, пробовал какой-то мини-UI-кит на нем собирать. Первое, при использовании React Native, поскольку у нас вся вот эта начинается штука с GSI, очень сложно становится дебажить рилу, потому что, в принципе, по-моему, невозможно открыть какой-нибудь дебаггер, типа там, на хромовский дебаггер вроде как нельзя больше подключить, да? Да. Так, по одному отвечать будем? Да, Я слышал, есть там какая-то штука вроде от Facebook, по-моему, ее, наверное, используют. Flipper. Есть Flipper, это отдельный дебаггер, который для React Native, его тоже года 4-5 назад уже анонсировали, сделали, и, ну, сейчас только с ним, потому что у нас под капотом используется GERMES, это, наверное, не в рамках этого доклада, вот, и дебажить можно только через Flipper, Chrome сейчас, ну, через Chrome уже нет, React Native дебаггер тоже нет, как его там, React Tron тоже нет, короче, только Flipper остается, и там мы можем смотреть, на самом деле мы там можем смотреть за UI трейдом, за то, что у нас рисуется в UI трейде, мы увидим, что у нас рисуется в JS трейде, и, ну, так же нормально все дебажим, и там есть сейчас уже отдельный плагин, он, правда, только в бетке, для того, для дебаггинга второго JS трейда, то есть, по сути, мы можем видеть, ну, все во всех потоках, то есть, проблемы только сейчас нет. Понял, спасибо, видимо, я давно не возвращался к этому, и второй, скорее не вопрос, наверное, просьба, это можно бы в дискуссионной зоне сделать, я бы попросил тебя, наверное, по возможности, вот прям объясни мне, как будто мне 5 лет, как вот работать с этой реанимейтной штукой, потому что я сколько видосов от этого лысого из реанимейтной не смотрел, каждый новый видос это просто челлендж, потому что там просто взрыв мозга, если на вебе я могу любую анимацию там реализовать какими-то способами, то здесь это просто, ну, Unreal, я не знаю. Окей, ну, пойдем тогда в дискуссионную зону после и какой-нибудь пример разберем, хорошо? Да, кстати, времени осталось совсем немного, 3 минуты, хочется напомнить, что, ребят, не стесняйтесь поставить оценку потом этому докладу и, собственно, организации, нам очень важны эти фидбэки, мы будем улучшаться, и, да, по вопросу, мне кажется, по инструментарию того, как можно дебажить и по тому, как писать на Reanimated и как слушать товарища из Software Mansion, Вильяма Кандилана, этого лысого из Reanimated, тоже расскажем. Вот, так что... У меня был вопрос, как дополнение к предыдущему со конец анимации, наверное, как можно ее прервать? Я не помню. Там есть, типа, стоп анимейшен и туда, ну, у тебя есть... А, Ну, типа, аналог канцел токенов, например. Да-да, там есть просто, ты можешь просто канцел, да и все. Либо ты можешь в любом месте, где ты хочешь ее прервать, можешь... Вот, блин. Я потом в дизайн-зоне могу показать. О, давайте. у нас есть... Буквальная секунда. Вот, у меня здесь есть написать в первой строке sales value with repeat ля-ля-ля. И я могу в любом месте написать sales value равно там ноль и все, анимация прекратится, потому что я value перезаписал. Ну, либо есть, на самом деле, метод стоп анимации, да. Какого-то там аборт сигнала или канцел токена нет. Есть, есть, не говорю, есть cancel animation, есть такое, да. Я не помню, как правильно называется, но можно остановить. Нормальный метод тоже есть. Спасибо за вопрос, товарищи. Давайте пройдем в конкурс. Всем спасибо. Да.